Здравствуйте, друзья! Своё сегодняшнее выступление я хочу начать с диалога, который я недавно подслушал. Беседуют две женщины, одна вторую спрашивает. Лёль Павловна, я всё хотел спросить. У тебя муж-то в свободное время чем занимается? У него какое хобби? Она, даже говорить не хочу. Он то рыбалка, то охота, то фотоохота. Неохота на эту тему разговаривать. Ну, а твой-то что делает? Ой, а мой всё время дома. Знаешь, он закроется в комнате, и вот журналы листают, всё охает, кряхтит, ахает она. Плейбой листает? Нет, автомобильный журнал с дорогими машинами. Друзья, моё выступление посвящается машинам, посвящается дорогам. Одним словом, я хочу предложить вам серию своих, наверное, лучших дорожных наблюдений. Вы знаете, когда я приезжаю в какой-нибудь незнакомый регион первый раз, я прошу водителей, которых мне прикомандировывают, не разгоняться, соблюдать скоростной режим. И тут на Южном Урале мне дали Виталика, такого водителя, которого не надо было ни о чём просить, поскольку он ездил 40 километров в час. Ну, 50, это если с горки. Мы с ним везде опоздали. Куда целились, везде опоздали. В конце кастроля я жму ему руку, говорю, Виталь, ну лучше вас меня никто не возил. Он говорит, Геннадий, я бы разогнался. Я просто нифига не вижу. Я говорю, не понял, а как вы за рулём? Я всегда в очках, думаю, вдруг фото с вами будет. Я заранее их снял. Когда я в дороге, я всё снимаю на фотоаппарат, всё, что заслуживает внимания. Во-первых, у нас очень много красивых названий, которые радуют. Это раздольная, привольная, весёлая. Но бывают и другие названия. Едем, название посёлка. Первая Синюха. Я думаю, как же к ним обращаться? Пока думал, смотрю, вторая Синюха. Думаю, ну ничего себе. Водитель говорит, только не говори, что сейчас будет третья Синюха. Он говорит, да, сейчас будет третья Синюха. У них здесь гнездо. Вы знаете, я эту историю пересказал своему знакомому иностранцу. Он француз. Он вообще ничего не понял. Ну, точно так же, как и я. Например, французский юмор до конца не понимаю. Вот пример французской шутки, от которой все французы лежат. Вы знаете, я тоже хотел прилечь, но не стал. Один француз, второму говорит, Мишель, у меня ломается машина. Месяц не могу ездить. Дай совет, что с ней сделать. Второй, Пьер. Попробую я сдать в утиль и забыть о ней. Конец шутки. У нас на эту тему все гораздо интереснее. Один водитель, второму говорит, Лень, у меня при езде на машине что-то мотор выпадывает. У меня выхлопная труба не выхлапывает. У меня три двери вообще не открываются. Чего мне с ней делать, Лень? Ну, что, Сань? Тебе надо ее продавать. СМЕХ Ну, другое настроение, да? У меня знакомый, он продал свою машину. Такая развалюха! Покупатели ее по частям на себе унесли. И недавно он рассказывает, говорит, Ген, я встретил ее в городе месяца через два. Такая ласточка! Я за ней полквартала бежал. Думаю, что я так дешево ее отдал? СМЕХ Я был на самом большом авторынке страны во Владивостоке, застал финальную часть торга покупателя и продавца. Видимо, покупатель измотал продавца. Тот сказал фразу, которую иностранец не поймет даже с переводчиком. В общем так, мужик, если ты будешь эту машину брать, мы будем ее заводить. А что, ничего, ее потом неделю из-за тебя не заглушить. СМЕХ Надо сказать, что вот иностранцы, если они приезжают к нам, они здесь теряются на дорогах. Ко мне приехал один знакомый из Финляндии, он приезжал еще до пандемии. Он был здесь несколько раз у нас в гостях. И в этот раз приехал сам на машине на своей, за рулем поездил. Вечером мы встречаемся, он говорит, Ген, я не могу у вас ездить вообще, мне психика не выдержит, у меня руки трясутся, я не знаю. Я говорю, истерика на ровном месте. Что случилось? Наверняка из-за ерунды. Он говорит, нет, понимаешь, я езжу медленно. И все знаки соблюдаю, и даже желтый соблюдаю, наверное, дольше, чем хотелось бы. Меня все вокруг так ругают, а лето, окна открыты, меня не ругают, меня матерят. И так сильно. А я ваши все нехорошие слова выучил в первую очередь. Мне сказали, без них тут не выжить. И я понимаю, что они говорят, у меня психика страдает, я руль трясется, я не знаю, как быть, я говорю. Есть маленькая народная хитрость. Покупаешь наклейку глухонемой, и все, понимаешь, ты недосягаем. Никто рта не откроет. Смысл с тобой разговаривает. Даже неинтересно, ты ж не ответишь. Он говорит, спасибо, брат. Я бы сам никогда не догадался. Я штук 20 куплю, обклею всю машину. Я говорю, правильно, будешь просто как в танке, недосягаем. Все, давай. Он говорит, спасибо, ушел счастливый. Встречаемся вечером, он злой, как собака. Говорит, спасибо, ты посоветовал. Спасибо тебе, родной. Я говорю, что такое? Лучше бы они меня материли. Они мне такое показывают. Отдельная статья юмора на дороге, это, конечно, женщина за рулем. Но, справедливости ради, надо сказать, что есть женщины-водители, которые фору дадут еще и мужчинам-водителям. Но это не тот случай. За рулем блондинка. Мне рассказывает друг, с которым мы учились вместе в театральном институте в Питере. Рассказывает. Говорит, еду по немскому, пробка, опаздываю на совещание. Вдруг звонок. Ему говорят, ну, надо сдавать уже сценарий. Он говорит, не страшно, я сейчас прижмусь к обочине. И мы все по громкой связи обсудим. Он прижимается к обочине, перед поворотом включает аварийку, а в зеркало заднего вида смотрит, за ним остановилась красненькая пежо и женщина за рулем. И он про нее забыл. Он говорит, я беседую по телефону, 5 минут 10-15, все, обсуждаем сценарий, смотрю в зеркало, а женщина все стоит, уже злая такая, там, знаешь, за рулем. Я опять про нее забываю, и вдруг минут через 5 стук такой в стекло кулаком. Смотрю она, опускаю стекло, говорю, что она женщина, случилось что? Она говорит, мужик, скажи, сколько ты будешь здесь стоять? Только точно скажи, сколько ты будешь здесь стоять? Он говорит, что, нельзя что ли? Вы посмотрите на него. Он включил оба поворота, правый и левый. Куда ты поворачиваешь, родной? Я полчаса стою за тобой, не могу сориентироваться. Из-за таких потом аварий, последней фразой, говорит, она меня просто убила. Понакупили прав. Друзья, удачи вам на дорогах и попутного ветра.